Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения в столовых кировских школ, детских садов и колледжей. Долгожданный ремонт Кучеровского парка частично начался. Тем временем в Кировской области проведут военное учение зенитно-ракетным комплексом. Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения в столовых кировских школ, детских садов и колледжей. В основном они касались неправильного хранения продуктов. На многих не было маркировок. Также специалисты выявили нарушение технологии приготовления блюд и санитарного режима на пищеблоке. По итогам проверок составили более 500 протоколов об административных правонарушениях. Виновники получили штрафы. В Кирове составили рейтинг улиц, где чаще всего происходит ДТП. Самым аварийным оказался Октябрьский проспект. С 2015 года на нем зафиксировано почти 300 аварий, в которых пострадало больше 300 человек и погибло 7. На втором месте улица Ленина. На ней за три года случилось 200 ДТП. Замыкает тройку Воровского. Там произошло порядка 180 аварий. Также в десятке аварийного рейтинга Московская Карла Маркса Щерса производственная. В Кочаровском парке начнут ремонт пешеходной аллеи. Из-за этого проход от улицы Кочкиной до Конева будет закрыт до 25 октября. В городминистрации говорят, что подрядчику поставлена задача максимально эффективно использовать погодные условия, чтобы уложиться в сроки без ущерба качества. Напомним, что эта аллея не благоустраивалась в 2017 году при ремонте парка. Тогда на все работы было выделено порядка 50 миллионов рублей. После этого кировчане не раз жаловались на недочеты выполненного ремонта в парке. В Кировской области проведут учения по прикрытию критически важных объектов. Для этого военные привели в боеготовность зенитно-ракетные системы С-300. Это будет итоговая проверка по 2018 году. Оценивать действия военных будет комиссия и штаба округа. Стоит сказать, что ракетные системы С-300 могут уничтожать воздушные цели на дальности до 300 километров, которые летят со скоростью до 2000 метров в секунду. Авиакомпания «Победа» опубликовала расписание рейсов из Кирова в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Время и периодичность полетов появились на сайте перевозчика. В основном все маршруты будут курсировать в вечернее время. Полеты будут осуществляться на самолетах «Боинг» вместимостью до 180 пассажиров. Расписание будет действовать до 30 марта 2019 года.